На 15-й меч по Волжье приехали более 20 рыцарей. Бои продолжались с утра до позднего вечера. И страсти кипели нешуточные. С твоей травмой все нормально. Нет, нахер я снимался, сейчас мяча бьет. Сражались в этот раз и ветераны. Но не на мячах, а на мягких чинбарах. Сильнейшим среди старичков стал Сергей Уткин, родоначальник исторического фехтования в Саратове. В 40 с лишним лет, а Сергея уже 42, на ресталище выступают редко. Как правило, травмы мешают даже ходить. И победитель у вас и побеждал. А вот пенсинский спортсмен Алексей Агапов свою карьеру только начинает. 5 лет назад он пришел в клуб исторического фехтования, но на ресталище вышел недавно. Сначала пришлось сделать доспехи. Человек, который занимается историческим фехтованием, должен себе сделать доспехи, а не купить. Вот у нас так поставлено, уже идет из года в год. В отличие от других рыцарей, Алексей не гремит железом. Его наряд на 6 веков старше остальных. На бойце только кожаные латы. От ударов меча, говорит Алексей, они защищают не хуже стальных, а весят в два раза меньше. Несмотря на молодость, Агапов один из самых знающих фехтовальщиков. История для него и хобби, и профессия. Вот это все параллельно, увлечение историей. И очень хотелось посмотреть, как это все выглядит в реалии. И, безусловно, как мужчине, мне интересно, чего? Мне интересно, конечно, битвы. В этом году исторические фехтовальщики ушли из города. Соревнования проходили на 8-й дачной на Андреевских прудах. Здесь нормальная обстановка, нормальная погода. А вот на лысой поляне стадиона это все может грозить тепловым ударом. Тем более, такие выходные у нас выдались очень теплые. На 15-й меч по Волжье приехали бойцы из Северодвинска, Пензы и Казани. Для них Андреевские пруды на три дня стали не только местом битвы. Современные рыцари и живут в полевых условиях. Спят в палатках, еду готовят на костре. Рыцари 21 века питаются преимущественно мясом. И только в день боев переходят на фрукты и соки, чтобы не добавлять лишнего веса к 40-килограммовым доспехам. Анна Головчинская, Олег Буланов. Новости, Телеобъектив.